Приветствую вас, смотрите, с одной стороны у вас страх, страх потерять мужчину, да, то есть лишиться, видимо, чего-то для себя, я так думаю, вот. Значит, с другой стороны, у вас есть проблема доверия мужчинам, то есть, опять же, вы боитесь мужчинам доверять, вот. И здесь, пожалуй, вся тонкость в том, что доверие это личные границы, ваши личные границы. То есть, доверять нужно ровно настолько, насколько это не вредит вам. А вы, судя по всему, либо очень сильно от человека отдаляетесь, то есть, совсем, либо наоборот, да, то есть, пытаетесь в нем растворить. А вот, личных границ, как таковых, у вас нет. Ну и, соответственно, думается мне, что это и является ключевой момент того, что вы пишете. То есть, условно говоря, чтобы не думать о плохом, да, нужно проанализировать то, что именно плохого, да, плохого есть для вас в том, что вы, например, потеряете мужчину. Что именно плохого есть для вас в том, что вы будете доверять мужчине. То есть, в чем опасность для вас? Вот думается мне с оценки этих аспектов и нужно начинать. Другой вопрос. Другой вопрос. Насколько ваш страх соответствует реальности? То есть, насколько он реален для вас? Насколько реально опасность, которую вы видите в том, чтобы доверять или потерять мужчину. И здесь я могу вам помочь. Как? Я предлагаю вам, значит, сделать следующее. Попробуйте определить, чего именно вы боитесь. И задавать себе периодически. Вопрос. Относительно того, может, произошло ли то, чего вы боитесь? Или нет? Насколько страшно то, чего вы боитесь? И если это страшно, если это все-таки произошло, если это случилось, да? то, что вы будете делать? А если это случилось, то каков реальный вред вам от того, что это произошло? Попробуйте задавать себе эти вопросы. И я уверен, что в результате вам будет гораздо лучше. Я уверен, что в результате вам будет гораздо спокойнее. И вы будете лучше понимать, чего именно вы боитесь. И, соответственно, сможете корректировать свое поведение. Конечно, отдельно нужно сказать, что данные упражнения не решают все проблемы. Вот. Безусловно. То есть, именно все проблемы данные психологические средства не решают. Но они помогут вам обрести контроль над тем, что с вами происходит. Это первое. И второе, вы не так сильно будете переживать из-за этих самых страхов. Но работу с самооценкой и личными границами и, возможно, моделью женского поведения никто не отменял. То есть, с этим работать все равно нужно. Вам. Вот. Вот так, я думаю, и можно вам ответить на ваш вопрос. Кроме того, вы ведь согласитесь со мной, что постоянные мысли о плохом вам что-то дают? Чем-то выгоднее для вас. Чем-то полезнее вам. И, соответственно, нужно, значит, с этим разобраться. Вот. И, разобравшись с этим, значит, вам можно будет помочь. И вы сами будете чувствовать себя, ну, гораздо лучше, гораздо спокойнее, увереннее. Вот. И так далее. Вот. Я думаю, что именно так вам и можно ответить на вопрос, который вы задаете. Вот. На этом все. Я надеюсь, что он помог вам. Обязательно обратитесь к врачу для обследования, чтобы исключить физиологические причины вашего состояния и начинайте работать с психологом по решению своих проблем. Это важно. Ну, а пока что, пока что, поприменяйте те средства, которые я вам дал. Вот. Они помогут вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok